Музей Победы 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 почти две тысячи человек. В нашем путеводителе вы можете увидеть героя, овчарку Метиса Мухтара. Мухтар в свое время спас почти четыре сотни человек. Конечно же, таких собак было достаточно много, но именно его кличка вошла в историю. Он помощник чуткий, отзывчивый, терпеливый. Лично я считаю, что такими должны быть не только собаки, но и все мы. Интересный факт. Во время холодов немало жизней были спасены благодаря теплому дыханию собак. Собака подползала к раненому бойцу и грела его до прихода помощи. Обратите внимание на эту диораму. Здесь вы видите, как наши советские люди радуются тому, что наконец-то закончилась. Ленинградская битва удалось окружить врага. И эта победа была достигнута не только при помощи нашей отваги, наших людей, которые стояли грудью на защите нашей Родины, но и, конечно же, благодаря нашим собакам. Сейчас я расскажу вам о довольно темной странице нашей истории о блокаде Ленинграда. Обратите внимание на эту картину, нарисованную художником. Город во всем своем великолепии. Город, который переживает страшнейшую блокаду. Конечно же, во время этого события огромную помощь мы получили со стороны наших собак. Обратите внимание на этого героя. Шотландский колерик. Стратег, умный, внимательный, осторожный. Настоящий миноискатель. Обратите внимание, что он держит в лапах. В лапах у него так называемый металлоискатель. Но нужно отметить, что металлоискатель во время войны, особенно в условиях блокадного города, мог мало чем помочь. Большинство взрывных устройств собаки находили благодаря своему нюху. И, конечно же, в тот момент немало взрывных устройств обнаружили в ящиках и в других предметах. 1943 год. Год крупнейшего танкового сражения. Посмотрите, как шли бои на Прохоровском поле. Огромное количество танков столкнулись на этом поле. 1200 как минимум. Конечно же, подбить вражеский танк, особенно если это танк-тигр, который весил практически 40 тонн, задача непростая. Не только для человека. Но что, если я скажу вам, что собаки тоже были истребителями танков? Конечно же, это была одна из самых опасных для них профессий. Практически никто с этих заданий вернуться не мог. Сейчас я бы хотела вам показать собаку-диверсанта. Собаку, способная подбить вражескую технику. Здесь вы видите собаку, которая готова отправиться на свое задание. К ее ошейнику прикреплено взрывное устройство. Рядом с ней находится инструктор, который готов в любой момент дать ей команду. Собака должна была побежать вперед, запрыгнуть под вражеский танк, а далее происходил взрыв. Конечно же, кинологи очень переживали из-за своих питомцев и делали все возможное, чтобы научить их стаскивать себя взрывчатку зубами. Можно отметить, что из собак получались довольно талантливые диверсанты. В 1943 году советские партизаны проводили так называемую рельсовую войну. И даже в этой войне собаки приняли участие. Конечно же, собак обучали следующим образом. Они должны были подбежать вперед, оказаться на железном полотне, а также действительно оставить взрывное устройство до того, как на железной дороге появится вражеский поезд. И здесь отличилась восточноевропейская овчарка Дина. Давайте посмотрим, какой же у нее характер. Боевая, отважная, умная и энергичная. Нужно отметить, что с именем Дина связана довольно интересная история. Помните Дину Валкат, которую я упомянула в начале нашей экскурсии? Она в свое время приехала в школу собаководства. Она обратила внимание на то, что собаки почему-то не выполняли свои поручения, капризничали и убегали. Она спросила, в чем дело. И оказалось, что собак буквально перед ее переездом переименовали. Изначально их звали Динами, а потом они получили совершенно другие клички. Дина сказала, нет, оставьте все как есть. Пускай откликаются на свои клички. Главное, чтобы задание было выполнено. И вот эта восточноевропейская овчарка Дина, в свою очередь, действительно стала той самой собакой, которая смогла избежать опасности. Она спаслась. И об этом подвиге узнал весь Советский Союз. 1943 год, после Курской битвы, мы начинаем активно освобождать территорию нашей страны. И в тот момент, когда наши люди пытались преодолеть водную преграду под названием Днепр, помощь собак-связистов, конечно же, была очень-очень неоценима. В тот момент собаки смогли ускорить доставку сообщений в 3-4 раза. Интересный момент. Это сейчас у нас есть все необходимое для того, как выделиться информацией. Стоит нажать на пару кнопок, как ваше сообщение облетает буквально весь земной шар. Тогда у человечества не было таких технологий. И в основном донесения были в письменной форме. Так называемая собака-норка в свое время доставила почти 2 тысячи донесений. Только представьте себе, как много информации она смогла передать. Жульба в тот момент доставила практически 4 тысячи. Все это было действительно очень-очень важно. В тот момент нам очень помог связист Рекс. Рекс в свое время 3 раза переплывал в Днепр, несмотря на то, что вода была очень и очень холодной. А все почему? Потому что на правом берегу были солдаты, которые очень нуждались в его помощи. Кроме того, собаки-связисты помогали протягивать провода. И на минуточку, во время Великой Отечественной войны они смогли протянуть 8 тысяч километров проводов. Это как от Москвы до канадской границы. Конечно же, именно так они помогли нам в тот самый период. Обратите, пожалуйста, внимание, что происходило в тот момент на территории Украины. Дома горели. Немцы, понимая, что они за собой не оставят эту землю, использовали тактику выжженной земли. По этой самой причине, когда советские люди вошли в Киев, перед ними предстала совершенно печальная картина. Часть заводов и церквей были разрушены, некоторые памятники архитектуры оставались заминированными. Нужно отметить, что собаки-миноискатели в тот момент спасли немало соборов и, конечно же, даже скульптур. Интересно, задумываются ли туристы, которые приезжают в Киев, что эти достопримечательности они могут наблюдать по большей части и благодаря немецким овчаркам. Я подвела вас к этой картине с высадкой десанта не просто так. Обратите внимание на парашют. Как вы думаете, собаки в период войны могли ли прыгать с парашютом? Хороший вопрос. А что, если скажу, что да? Сейчас я вам расскажу об уникальной собаке. Собаке наших союзников. Звали ее Смоки. Смоки – йоркширский терьер. Именно с нее, по сути, началась мода на собак того периода. Йоркширские терьеры – кажется, маленькие собачки, которым мы привыкли делать прически. Но это Смоки прыгала с парашютом, специальным парашютом, с девятиметровой высоты. На самом деле собаки поражают наше воображение. Мы не перестаем им удивляться. И сама Дина Валкац, гениальная женщина-кинолог, в свое время говорила, кажется, наши собаки способны совершенно на все. Только стрелять не умеют. 1945 год. Последнее главное сражение Великой Отечественной войны. Штурм Берлина. Казалось бы, уже все решено. Могут ли помочь собаки? Конечно же, могут. В тот момент особо помогли собаки-разведчики. Нужно отметить, что эта профессия действительно одна из самых сложных. Только самых умных псов брали в разведчики. Они должны были действовать совершенно бесшумно, ведь любой лай или скулеж могли повлечь за собой неудачный исход всей операции. Немецкие овчарки стояли на страже нашей границы. Они не только помогали ее беречь, но и помогали пересекать чужую. Здесь хочется отметить знаменитого пса-разведчика Тумана, говорящего имя, согласитесь. Туман мог совершенно внезапно и совершенно бесшумно напасть сзади на караульного и тем самым помочь своим напарникам, людям пройти через границу незамеченными. 1945 год. Легендарный, долгожданный парад на Красной площади. Посмотрите, какие эмоции на лицах этих людей. Они радуются и грустят одновременно. Радуются по большей части из-за того, что эта война, такая тяжелая для нашей страны, наконец-то закончилась. Тогда на этой Красной площади прошли не только люди, но и, конечно же, боевые собаки. Целый отряд фронтовых собак, которых сопровождали их любимые проводники. Среди них был и Александр Мазовер, знаменитый мужчина-кинолог. Здесь еще одна интересная тайна. Здесь, на этом параде, присутствовал пес, которому удалось за весь период Великой Отечественной войны обнаружить 7 тысяч мин. Только представьте, сколько людей из Дании этому псу удалось спасти, благодаря своему удивительному нюху. А теперь, дорогие ребята, внимание, вопрос. Как в период войны называлась главная московская школа собаководства? Готовы ответить на второй вопрос? Чудесно. Как называется палочка, которую брали в пасть собаки, когда находили раненого бойца? А вот и наш последний вопрос. Пес. Отгадайте загадку. Предложил офицер неплохой вариант. Пусть нам поможет пушистый курсант. Невзирая на взрывы и массу преград, с заданием справится. Пес. Ваши ответы мы с нетерпением будем ждать в комментариях. До новых встреч в Музее Победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok